Я узнал, что у меня есть огромная семья, и тропинка, и лесок, в поле каждый колосок, речка, небо голубое. Это всё моё, родное, это родина моя, всех люблю на свете я. Здравствуйте, я Александра Пожидаева, мне 20 лет. Я родилась и живу в Санкт-Петербурге. У меня прекрасная, дружная семья, которая во всём меня поддерживает. Моя семья – это пример взаимоуважения, любви и доверия. Мой дом, моя крепость – это про нас. За всё, что происходит в моей жизни, я благодарна именно моей семье. Я учусь в Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого на втором курсе под направлению гостиничный ресторанный бизнес. Работаю по специальности в уютной петербургской гостинице. Являюсь моделью агентства Sky Models. Снимаюсь в рекламе, фотосессиях, участвую в показах. Помимо учёбы и работы, я принимаю участие в конкурсах красоты. В 2016 году я стала мисс Петергоф. В 2018 году завоевала титул первая вице-мисс «Студенческая краса» города Санкт-Петербурга. А в 2019 году титул «Краса. Вселенная Россия-2019». Одним из этапов конкурса было интернет-голосование. Конечно же, мои одноклассники, одногруппники, коллеги, родители, друзья, друзья, друзья и просто хорошие люди отдавали свои голоса за меня. Спасибо, родной Питер. А знаете, что произошло дальше? В огромном количестве мне полетели сообщения со словами поддержки из разных уголков. Мне писали родственники из Белгорода, Самары, Москвы, друзья из Сталина, Белоруссии. Но когда мне стали приходить сообщения от совершенно незнакомых людей из Екатеринбурга, Саратова, Петропавловска, Камчатского и даже Сахалина, я очень удивилась. Мой дедушка был военным. Его друзья, сослуживцы, их дети и внуки писали мне слова поддержки. А потом произошли ещё более удивительные вещи. Люди, которые писали мне, начали переписываться друг с другом, радоваться, что нашли давних друзей, стали передавать приветы, приглашать друг друга в гости. Вот такая удивительная история. Ищите друзей, встречайтесь, общайтесь, приезжайте друг к другу в гости, и вы узнаете и увидите собственную страну, необъятную и удивительную Россию.